Здарова! Это обзор Atmopork, я Трэш, поехали! Итак, ваши заказы на топы. Подписчик с ником Джин попросил составить топ игр с реалистичной физикой. Ну что ж, я бы мог замечательно откосить серии Злых Птиц, World of Goo или каким-нибудь Cut the Rope. Но я все же постарался сделать более необычный топ игр с физикой, который был бы вам интересен. Для тех, кто ждет топа игр на двоих, предлагаю пока перекусить Drive Ahead. Это захватывающее сражение авто на безумных трассах. Тебе придется управлять кучей видов автомобилей с реалистичной физикой поведения. Также, помимо компании, в игре присутствует кооперативный режим. Так что вы с другом сможете выбрать авто со своими бонусами и проверить, кто же круче, Формула-1 или, к примеру, мусоровоз. Incredible, наверное, самая необычная логическая игра, основанная на физике. Вам предстоит решать головоломки, управляя глазом, снабженным парой костяных отростков и мышечных волокон. При желании ты сможешь наращивать глазу конечности в любом количестве и направлении. А покрыв конечности мышцами, ты приведешь существо в движение. Вся сложность в том, чтобы понять, как, черт возьми, эта хренатень двигается. Little Inferno одна из самых знаменитых и лучших игр на андроид, завязанных на физике. В мире безысходности и постоянного холода единственный способ согреться. Это сжечь все, что находится в доме, дабы получить хоть крупицу радости и тепла. В игре куча загадок с комбинациями сожжения предметов, открывающих новые каталоги товаров. Великолепная физика, музыкальное сопровождение и уютная атмосфера. Cryon Physics Deluxe одна из самых старых и любимых мною головломок, основанных на физике. Вся прелесть в том, что ты сможешь собирать звезды шаром сотни путей, зависящих только от твоей фантазии. Рисуй мосты, фигуры, балки и целые механизмы, чтобы пройти 120 уровней. Игра обладает живой физикой и нестареющей стилизацией. Так что если ты не пробовал, никогда не поздно. Ну и игрой с лучшей физикой на андроид, на мой взгляд, является Paddle. Учитывая все препятствия и внешние факторы уровня, тебе предстоит сохранить как можно большее количество жидкости. Ты сможешь опробовать реалистичную физику поведения крови, глицерина и замерзшей воды. Великолепная игра с одним большим минусом. Для тех, кто не обладает наличием чипа от Nvidia Tegra. Для тех, у кого слабо устройство, или кому захотелось узнать о чем-нибудь хорошем, что он мог пропустить или позабыть. Короче, вперед в прошлое! Я вам скажу, в 2013-м были довольно неплохие тактические карточные игры, способные затянуть на долгие часы. Одним из таких представителей является Эпик Арена. Эпик Арена отлично подойдет любителям пошаговой боевой системы героев меча и магии. У вас есть колода из воинов, которых вы должны грамотно расставить, и магии, которые вы должны не менее грамотно использовать. Также на карте расположены клетки бонусов, завоевав которые вы сможете сильнее атаковать или лучше обороняться. А огромным плюсом игры является длинная кампания и возможность играть с ПК и Android игроками по всему миру. Ну а теперь давайте узнаем, что же хорошего вышло на этой неделе. Наконец, состоялся релиз долгожданной Titan Quest на Android. Игра и вправду стала еще красочнее, так что появилось множество поводов для повторного или первого прохождения. Затягивающий геймплей, тысячи квестов и огромный открытый мир для изучения теперь на твоем устройстве. В Titan Quest нет классов героев. В определенный момент ты сам решаешь, кем тебе быть, что еще больше раскрывает свободу действий. Android-версия от ПК отличается не только в косметическом плане. Управление меню были, конечно же, переработаны. Появился автопресел и стик для передвижения, что очень удобно. Так что у всех фанатов жанра теперь праздник. Будем надеяться, что в скором времени разработчики захотят вернуть не только чувство ностальгии, но и кооперативный режим. Ну что ж, давайте узнаем, что там должно выйти на Android в ближайшем будущем. К октябрю намечается релиз красочной и амбициозной стелс-аркады под названием Mr. Future Ninja. Некая корпорация зла решила захватить мир с помощью клонирования последних ниндзя на земле. В роли этих самых ребят тебе будет необходимо решать головоломки в стелсе, используя различные способности трех мастеров. Сами авторы описывают геймплей своей игры как микс Lost Vikings с Metal Gear Solid. И по всей видимости, микс и правда удался на славу. Так что нам остается только ждать эту красочную изометрическую аркаду. Ну и напоследок поднимем себе настроение занятным трэшем. It's alive! It's alive! It's alive! It's alive! Для тех, кто познал все прелести жизни козла и они успели ему надоесть, я предлагаю принять на себя роль свиньи. А ты думал, свиньям живется скучнее? В Пик Симулятор тебе предстоит управлять безумной свиньей, которая носится по ферме и другим локациям, уничтожая все на своем пути. Разрушай объекты, ломай здания и сбивай с ног людей. В общем, будь настоящей свиньей! Выполняй всевозможные задания, разбивай тыквы и другие овощи на огородах. Открывай новых персонажей и свиней, имеющих свои бонусы. Наряжай их в различные наряды и устраивай беспредел в мегаполисе. А на сегодня это все. Ставь лайк, делись видео с друзьями, качай игры с нашего сайта бесплатно и не забывай подписываться на наш канал. И напоминаю, тому, кто первый найдет печенюшку, я отправлю на стенку сигну с предсказанием. Так что удачи и до скорого! Субтитры сделал DimaTorzok